Любовь во всех ее проявлениях. Главный смысл человеческой жизни и основной источник вдохновения. Картины Анны Селивончик полностью подтверждают убеждения художницы. Особой стилизацией формы, проработанными деталями, сочным цветовым решением и притягательными образами Анна создает на полотнах целые миры, в которых соседствуют семья, дети, дом, друзья и любовь. В Гродно художница открыла персональную экспозицию своих работ в третий раз. На выставке «Путешествия внутрь» она представила картины, созданные на протяжении последнего года. В них автор раскрывает свой внутренний мир, предлагая зрителям задуматься о своем собственном. На ней собраны такие мои работы, в которых воплощены мои какие-то взгляды на жизнь, размышления о том, что я вижу, что происходит внутри меня и вокруг меня, мои какие-то настроения, впечатления, сомнения. Ну, вообще, потому что творческий процесс для меня это какой-то такой возможность, может быть, разобраться как-то в себе, ну, по крайней мере, попытаться. Ну, и плюс какая-то такая медитация своего рода тоже. Ну, в общем-то, диалог с собой, со своим внутренним миром. Свой творческий потенциал Анна развивает не только в направлении живописи. Она профессионально занимается иллюстрацией книг, мультипликационной анимацией, пишет стихи и сказки. Кстати, на выставке представлены открытки и книги художницы с собственными литературными творениями, которые представляют собой нечто совершенно уникальное. Как призналась Анна, пишет она для детей, но зачастую покупают книги для себя и взрослые. Герои в творчестве художницы всегда подвижны, добры и наивны. Одна из причин тому – создание произведений без эскизов. Образы формируются прямо на холсте. Образы, которые присутствуют в моих работах, они всегда, ну, даже для меня, они очень, с одной стороны, многозначны, а с другой стороны, ну, прочтение, возможно, совершенно разное, в зависимости от настроения и состояния. И часто даже, ну, какие-то сторонние зрители, посторонние люди находят в моих работах что-то такое, какие-то такие смыслы, которых я сама не подозревала. Вот, но они мне на них указывают, и я понимаю, что да, вот подспудно, где-то даже бессознательно это в этом действительно есть, и оно здесь заложено. Множественность и неоднозначность смыслов вовлекают зрителей в бесконечный процесс интерпретаций, делают их сотворцами произведений Анны Селивончик. В Гродно художница приехала вместе с мужем, живописцем Василием Пешкуном, и дочерью Марией, которая делает первые шаги в живописи. Лейтмотивом всей выставки стали образы картины «Путешествие внутрь». Здесь изображен опосредованный образ семьи как сложного механизма, который будет двигаться вперед только когда отношения мужчины и женщины будут гармоничны, а действия слажены. Так интерпретировала эту картину наша съемочная группа. Оценить своим взглядом своеобразную трансформацию наивного и фантастического реализма минской художницы Анны Селивончик можете и вы. Выставка «Путешествие внутрь» в Гродно продлится еще две недели. Вероника Цыганок, Юрий Дубовик, Новости Гродно+.